Всем привет, с вами Розе и это обновление 10 мая. Что у нас меняется? Крам Зепара, теперь Эрика Леона и группа 2 Барц Зикард. Завершается первый сезон Логова Антароса, то бишь ивентовый Антарос исчезает. У нас появляется новое ивентовое подземелье из обильного Адена. Входы 30, 50, 55, 60, 70. 1 час. Вот одна тысяча Адены. За победу над монстрами, удачи, гремлин, игрок, ящер, изобилие. В подземелье можно получить различные предметы. Ящер, изобилие, кристаллы, улучшенный кристалл, свитки модификации, гремлин, игрок. Мешочек удачи, знаки поручения, знаки сшилин, фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения, гигантов. Можно получить. Мешочек удачи. С мешочка удачи, который выпадает с гремли на игрок, получаем камень жизни. Фрагменты рецепта создания оружия, доспеха, украшения, гигантов. Свитки модификации, доспеха оружия, бласовенные свитки модификации. Но они ивентовые. Подмечу сразу. Привязанные бы делали уже. В соответствии с определенной вероятностью. Если мы откроем подземелье, мы увидим вот такая изобилие аден. Я фармил в 70-м. Давайте туда отправимся. Фармил в 70-м. А ну-ка, давай посмотрим. Вот что тут снизу я не смотрел. Давайте в ту сторону пойдем. Тут тоже неплохо, кстати. Есть элитки, я вижу. Чтоб мой чар бегал от элита к элиткам. Кто не знает, можно в настройках настроить, чтобы приоритеты у вас были. Разные монстры. Там как агрессивные, как элитные. Также вот тут есть такие сундук с сокровищами изобилия. Тут за сундук ничего не сказано. Хорошие зоны для кача. Наверное, вот это будет и вот тут сверху. Вот чтобы элитки были. Хотя бы две элитки. Чтоб он бегал от элитки к элитке. Тут, конечно, есть вот такие вот интересные поля. Но там я не видел элиток. Там тоже очень хорошая плотность мобов стоит. Не знаю, не тестил. Напишите. Видим, что дают 150 тысяч опыта. 180-200 тысяч опыта. Ну, это за элитку. Напишите в комментариях, стоящее подземелье. Ну, как по мне, для каких-то твинов, то неплохое подземелье. Подфармить адены и подкачать опыт. Мобы достаточно слабые. Так, идем дальше. Идем дальше. Захват горной зоны конфликта. Ивент до 24 мая. В период ивента, неважно, вы победите, ничья или поражение, вам дадут вот такой вот сундучок. В котором будут ордена слабвы. И в соответствии с вероятностью вы можете получить один предмет карты Агатиона. Обычный и высокого качества. Зелье пробуждения низкого качества. Можно получить, можно не получить. Ну, как бы такое. И писемка. Каждое утро приходит писемка. 9 часов. Энергия инхасад. Корзина с подарками. Беззаботного фестиваля. Часы изобилия адена. Давайте посмотрим донат-магазин. У нас в донат-магазине появляются два пака. Вы пишите, что я пропустил. Буду всегда рад вашим забичаниям. Видимо, если мы скупаем все паки, нам на выбор дают душу, которую мы хотим. Также паки с агатионами. Давайте посмотрим, что у нас. Песочные часы. Карты от улучшенной до легендарной. Улучшенный героический. Ордена славы. Знаки поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Пособия высшего качества. Реликвия энергии. И зелье пробуждения среднего качества. Вот такие вот паки. Там, короче, ребят, кому было интересно за хаос. Я взял хаос. Не выдержал. Взял пак. Пак меня сильно не бустанул, конечно. Так, ивенты на этом все. Это я немножко расскажу. Мне поперло немножко с алхимкой. Я вытащил вот такой вот поясочек. За счет пака я немножко вытащил вот, получается, серьгу дракона. Печать пагрио. И брошь веры. Немножко бустанулся. Самую малость. Вот даже по защите можно увидеть. Также у меня пояс немножко бустанул по точности. Очень неплохо. Так-то играем. Ребят, хаос очень крутой. Очень крутой. Я ставлю нарезки видео. Такие тут. Будет как я убиваю одного злого персонажа. Мазая. С Леоны второй, где я играю. Тут есть один персонаж очень злой. Вот я его, короче, убивал. Первое видео будет, как я его убиваю без хаоса. А второе видео, как я убиваю с хаосом. Немножко пвпшился с одним ножом. Моего левела. Ну, по бусту не знаю. Но когда он меня ловил, то он меня сносил очень быстро. Когда у меня проходил хаос, проходил хаос, проходила тьма, он постоянно в инвиз уходил и без помощи его убить не мог. Но когда мне помогал еще один парнишка с клана, то он его отвлекал. И когда контроль мой проходил, то нормально он тпшечку делал, там прожимал. Ну, очень веселее чар стал. В каче, в фарме адены вообще ничего не поменялось. Если я буду фармить с хаосом, я только буду в минус уходить. Если брать в каче, то там полететь на какое-то поле брани, к примеру. Четвертый этаж, четвертый этаж Крумы. Там прекрасная комната, тоже неплохо по опыту. Ну, как я фри игрок, то мне как бы в опыт, ну, такое топить. Я топлю, конечно, по возможностям, но все равно. В целом я топлю в адену, потому что адена это крафт, это прокрутка алхимки, это все адена, это все. Короче, хаос, ребят, как я и думал, ну, это пвп скилл, метеор, пве скилл. Если вы рмтшник, берите метеор, если вы хотите пвпшиться, берите хаос в очень сильный дамаг, каждые 6 секунд. Конечно, рейндж атаки у хаоса очень маленький, в отличие от метеора, то, ну, очень крутой скилл пвпшный. Хаос очень крутой. Пвп. В фарме зарычи. Глудиновские, дионовские зарычи просто стали как поролоновые. Они уходят на раз-два. Так, на этом вроде все, что хотел сказать. Пиши свои комментарии, делись своими мыслями, вообще, как твое настроение. С тобой был твой друг Розе, всем до новых встреч.